Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире мистер Сергей. Напомню вам, что до начала лета тура осталось ровно 9 дней. Поэтому переходите по ссылке в описании и покупайте билеты. Мы скоро приедем. Также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить самые интересные новости. Например, розыгрыш билетов. Или еще какой-нибудь розыгрыш. Так вот, сегодня я хотел бы поделиться с вами откровением. Пять причин, почему я хожу на концерты. Сразу скажу, что на концерт я хожу редко. Потому что не люблю людей. И ехать еще надо куда-то. Мне это не нравится. Это очень меня напрягает. Но есть и положительные стороны. Я вот составил небольшой список в телесериале про друзей. И заламинировал его. Значит, причина номер один – увидеть живого артиста. Вот тот человек, которого я вижу все время в Ютубе, мой друг Джеймс Хэтфилд, он 2D, как в кино. А потом ты приходишь на концерт, и он совершенно другой. Он 3D-модель, у него там мясо, от него даже запах идет. И все это настолько отличается от картинки в телевизоре, что увидеть живого человека и почувствовать его энергию – это совершенно другой уровень. Ну, кому я рассказываю эпоху Тиндера, да? Во-вторых, я люблю послушать громкий звук, хороший, не грязную перделку, а хороший, плотный, мощный звук с крутым сабвуфером. Вот это я люблю, что прям ого-го, потому что, ну, что греха врать, на хате особо громко не включишь, так, чтобы было понятно. А когда ты музыку слушаешь не только ушами, но и телом, то есть вибрации тебя давят прям в печень, вот это очень круто. Бочка туда-сюда, вот это классно. Это развлечение, это аттракцион. Вот за ним я тоже хожу обязательно. В-третьих, конечно, живое исполнение. Одно дело запись, другое дело запись концерта, а третье дело, когда ты приходишь и слушаешь все это вживую. То есть это магия. Ничего не было. И тут они начинают играть эту песню. Песня, она как цветок распускается, все это идет и потом заканчивается. Это же искусство, это просто потрясающе. И наблюдать такое, это очень приятно. В-четвертых, так как я интроверт, и я ни с кем не разговариваю, и людей, в принципе, не вывожу, то я хожу на концерт как кот. Вот так вот между людьми. Но на каждого я смотрю. На каждого присматриваюсь, думаю, этот, наверное, айтишник. А вот этот, наверное, комивоежор. Сейчас еще говорят такие слова, не знаю. Ну, на девчонок там посмотришь. Вот это очень здорово. Окунуться в социум, не окунаясь в него. Потрясаю. Не нужно ни с кем разговаривать. Очень удобно. Поэтому этот четвертый пункт, на самом деле, для меня является не меньшим развлечением, чем смотреть на живых артистов. Также я еще смотрю на живых людей. Пятое, я получаю опыт. Чисто профессиональный. Я смотрю, как ребята выступают, как они играют, как сделана аранжировка, какой был выбран звук, почему так, а не иначе. Смотрю, как был организован вход, просмотр билетов. Вот это вот все. Ну, в общем, это целая большая индустрия. По всем вообще фронтам я каждый раз абсолютно учусь. И что-то новое постоянно привношу в свой собственный проект. Вот однажды в 2016 году, когда у нас с Набодианом был концерт в Москве, мы познакомились с группой Round Around. Они выступали с нами вместе. Сижу я такой в гримёрке и слышу, что-то интересное началось. Выхожу сбоку. Ну, с бочиной, сами понимаете, звук не очень. Но, тем не менее, меня заинтриговало. И больше всего меня заинтриговало их название. Voiceless Prog Punk. Действительно круто. Voiceless – это тысячу раз лучше, чем инструментал. Это угрюмое слово. Инструментал – это очень неинтересно. А вот Voiceless – это тема. Ну и Prog Punk – такое тоже не каждый день встретишь. После этого прошли годы. И вот недавно я снова на них наткнулся. Оказалось, что у них два альбома. Сейчас они записывают третий. Они даже сняли несколько клипов. Клипы настоящие, упоротые, рок-н-ролльные. И зашёл к ним в паблик посмотреть, чё, кого, глядь. А у них концерт скоро. 30 июля в клубе Техника Безопасности. Дай, думаю, схожу. А потом вспомнил. Я же в Питере живу. Ну, может быть, и в Питер они когда-нибудь доедут. Так что, кого заинтриговало, в описании будет ссылка на ребят. Обязательно сходите на их концерт, потому что живяк всегда круче записей. В общем, давайте так. Я человек простой, мне стесняться нечего. То, что я сделал тур летом, это уже о многом говорит, да? Поэтому я зачитаю вам сводку продаж, чтобы быть с вами откровенны, чтобы вы поняли, насколько всё серьёзно. Напомню, что 60 билетов является нашей точкой нуля. Всё, что меньше 60, это концерт в минус. Всё, что больше 60, то на пирожки. Значит, Уфа на данный момент продано 35 билетов. Это неплохо. Ещё столько же, и мы выйдем в ноль. Челябинск, 82 билета. Это хороший город. Спасибо, Челябинск. Екатеринбург, 63 билета. Мы преодолели рубеж. Это ли не прекрасно? Пермь, 55 билетов. Вот-вот подбираемся к нулю. Значит, Ижевск, 47. Это неплохо. Казань, 32 билета. Казань, какие вы прикольные. Надеюсь, вы понимаете, что после минуса мы больше никогда в этот город не приедем. Ну, в течение 8 лет точно. Потому что это не имеет никакого смысла. Новый, Нижний Новгород. Новый Новгород, хотел сказать. Может, уже строят. 54 билета. Близко, близко. Москва, 146. В былые дни было и по 800. Ну, что ж поделаешь. Воронеж, 43 билета. Потрясающе. Нас ждёт замечательный тур. Краснодар, 53. Ростов, 41. Волгоград, 46 билетов. Саратов, 21 билет. Очко, можно сказать. Так, и Самара, 57 билетов. Ну, что ж, как вы видите, ноль мы преодолели буквально в двух или трёх городах. В остальных городах нас ждёт полная жопа. Но я не отчаиваюсь, потому что есть ещё неделька. Наверное, она будет решающей. Она покажет, стоит ли этим заниматься. Или музыка эта не наша. С вами был миссер Сергей. Встретимся завтра. Йоу. Тур, лето тур, лето тур.